Привет всем! Меня зовут Евгений и вы снова на канале ТМЖ Натан. Друзья, в сегодняшнем видео я хочу рассказать вам о том, как я стал бондарем-самоучкой, с чего все начиналось и какие причины были того, что я начал заниматься изготовлением бочек. Началось все в 2018 году. Была осень, мы с друзьями сидели в этой же беседке и я случайно взглянул на свой белый виноград фитяска. Урожай, кстати, в том году был довольно приличный и меня посетила такая шальная мысль о не сделать ли мне вина. До этого я даже понятия не имел, что такое домашнее виноделие, как делать вино и какие процессы при этом происходят. Но, как говорится, гугл нам в помощь. Почитав несколько статей, я уже возомнил себя опытным виноделом и начал давить виноград. В конечном итоге у меня получилось около 20 литров домашнего вина, немного окисленного. Но, с окрыленной мыслью о том, что я уже довольно опытный винодел, я задумался о приобретении деревянной бочки. Помониторив цены, я немножко офигел от разнообразия бочек, от их цен. И тут я подумал, что можно ли сделать бочку самому. Был январь 2019 года. Друзья, эта мысль не давала мне покоя, поэтому я занялся изготовлением своей первой бочки. Из инструментов у меня было топор, ручная ножовка и небольшой рубанок. Который впоследствии, кстати, я переделал на уторник. То есть, это обычный рубанок, который я лобзиком выпилил под необходимый радиус. Приделал щеку. И вот таким довольно нехитрым инструментом можно обрабатывать уторы деревянных бочек. Первую бочку, друзья, я делал, наверное, недели две, может быть, чуть больше. В конечном итоге у меня получилось кривобокое, с разными диаметрами днищ. Но бочка объемом, наверное, литров 8, которая, кстати, совсем не текла. Как ни удивительно, но бочка у меня простояла наполненная около двух лет. В принципе, кроме того, что несколько клепок впоследствии лопнули, потому что я не обращал внимания на направление волокон в клепке, а это имеет большое значение. И в конечном итоге несколько клепок лопнуло. Также там было наличие обзола, который впоследствии начал подгнивать, и бочка начала пропускать. Но сам факт, я своими руками сделал первую бочку. Это меня, так скажем, окрылило, дало натхнение на украинской мове, и я начал изготавливать последующие бочки для домашнего виноделия. Следующей бочкой была 50-литровая бочка, которую я использую до сих пор. В ней я выдерживаю красное вино. Вот мои вина, которые на данный момент уже довольно имеет эстетический вид. Нормальная бутылка, этикетка, и на вкус я вам скажу. Ну, делаю по принципу, если не лучше, чем у всех, то по крайней мере, чтобы не ударить лицом врез. Вина очень вкусные, делаю принципиально только сухие и полусухие вина. Также занимаюсь чуть-чуть изготовлением вот таких вот крепких напитков. То есть чачи, самогона, которые я выдерживаю в своих бочках, изготовленных из разных пород древесины. Кстати, на канале есть довольно большое количество видео, где я дегустирую данные напитки. Такие напитки я выдерживаю вот в таких вот небольших бочонках. У меня есть дубовые бочки из вишни, из ясеня, из шелковицы. И каждая древесина дает напитку свой неповторимый аромат и вкус. Совсем недавно я начал изготавливать вот такие вот небольшие бочонки. Думаю сделать сюда этикетку, заполнить своим именным, скажем так, бренди. И пустить на подарки друзьям каким-нибудь праздником. Бочка довольно симпатичная. Вместимость бочки около 0,6 литров. И я думаю, каждому из моих друзей будет приятно получить такой подарок. При изготовлении деревянных бочек я столкнулся с тем, что у меня кроме вышеперечисленных инструментов фактически нет ничего. Поэтому первым делом я нашел вот такой вот большущий фуганок. Ручной фуганок, на котором можно уже более-менее обрабатывать боковую грань клепки. Но ручное изготовление бочки это довольно трудоемкий процесс. И на одну бочку уходит 2, может быть даже 3 недели. Поэтому я решил создавать самодельные станки и приспособления для изготовления деревянных бочек. Первым моим таким приспособлением стала торцовая пила. Видео кстати есть на канале. Она изготовлена из двигателя от пылесоса, из редуктора от сломаной болгарки. Пила работает уже слава богу в четвертый год. И зарекомендовала себя довольно отлично. Пила кстати с продольным перемещением. Там использовано 2 автомобильных амортизатора. И можно резать заготовки довольно приличной ширины. Следующим моим самодельным приспособлением стало изготовление фрезерного устройства для фрезеровки боковой грани клепок деревянных бочек. У меня была сломанная бошевская болгарка. Там был сломан редуктор, но электродвигатель находился в отличном состоянии. Поэтому я решил нарезать резьбу на валу электродвигателя. Пришмандячить туда цанговый зажим и сделать фрезер. Впоследствии я чуть-чуть модернизировал данный фрезерный стол. Я сделал подвижную столешницу, с помощью которой я могу изменять угол и регулировать угол боковой грани клепки деревянных бочек. Потому что в больших бочках, начиная от 5-6 литров и выше, я использую 21 клепку. В маленьких кружках и бочках я использую 15 клепок. Естественно, угол меняется. Как рассчитывается угол, я уже выкладывал на канале видео. Но, повторюсь, для того, чтобы рассчитать угол боковой грани клепки, нам нужно 360 градусов, то есть длину окружности, разделить на количество клепок и еще разделить на 2. В таком случае мы получим угол, необходимый угол боковой грани клепки деревянной бочки. После изготовления данного фрезерного стола, работа, конечно, намного стала быстрее. И я начал набивать руку. Далее я начал изготавливать приспособления для нарезания уторного паза, для обработки уторов. Хотя первые свои бочки я делал самодельным уторником, который, кстати, это полностью самодельный уторник. Приспособление для нарезания канавки под днище. У нас сделано по принципу испанских или португальских бундарей. Честно скажу, подсмотрел конструкцию. То есть это обычный брусок, в нем сделан радиус под необходимую бочку. Фактически для каждых бочек, для бочек разного объема, нужен свой уторник. То есть радиус будет меняться, поэтому желательно иметь несколько таких приспособлений для нарезания канавки под днище. Тут кусок обычной пилы, 4 зуба и замыкающий зуб. Это зуб с победитовой напайкой. Я использую из пильного диска. Я вырезал кусочек и сюда вставил. Далее приделана из обычной доски такая щека, которая идет у нас по краю бочки. И таким образом мы нарезаем канавку под днище. Скажу, что работа довольно тяжелая и сама канавка получается довольно неаккуратной. То есть использование электроинструмента намного убыстряет эту операцию и делает канавку качественной и аккуратной. То есть при использовании такого ручного инструмента необходимо использовать какие-то дополнительные материалы для уплотнения днища. Можно использовать сушеный рогоз или же использовать специальный герметик для дубовых бочек, который широко продается в интернете. Герметик называется Anoplastico, какой-то итальянской фирмы, название я не помню. И который я иногда использую при реставрации деревянных бочек. Сейчас я уже дорос до того уровня, что я могу реставрировать бочки, я могу перерезать бочки, из больших делать маленькие. Видео, кстати, есть на канале. Из, наверное, бочки литров на 70-80 я сделал аккуратный бочонок, литров на 45, наверное. И весь процесс реставрации и перерезки я вот снял в данном видео и выложил на канал. Кому интересно, можете зайти и посмотреть. Ссылочка на видео будет в описании. Хочу сказать, что в своих бочонках и бочках новых я не использую никаких уплотнительных материалов. Там уровень подгонки довольно высокий, к чему нужно стремиться, чтобы не было никаких щелей. И таким образом бочка не будет протекать гарантированно и служить вам долгое время. Следующим этапом в моей бандорной карьере стало изготовление самодельной циркулярной пилы. Честно скажу, циркулярную пилу мне помогли сделать. То есть, делал я не сам. Я участвовал в чертежах в самом процессе, но помогли мне сделать мои друзья. У меня есть станок по дереву и также большой станок по дереву, который я иногда использую для обработки металла. Но обработка металла, так скажем, идет пока туго, потому что станок имеет большие люфты и я над этим работаю. Для обработки дерева эти два токарных станка очень меня выручают. На них я обрабатываю уторы маленьких бочек, на них я делаю пробки, на них я делаю всякие качалки, ну и много прочего. По мере того, как я начал набивать руку, то есть изготовление бочек, качество изготовления у меня росло, я начал приобретать электроинструмент уже заводского исполнения. Потому что бочки начали заказывать, сначала заказывали друзья, потом начали заказывать вообще незнакомые люди. Я приобрел сразу один ручной фрезер двухрукий. Кстати, приобретаю довольно недорогие фрезеры, скажем так, китайские. Они вполне нормально работают. Да, можно приобрести метабу, накиту, но там цены совершенно другие. И для тех нужд, скажем так, именно по бандерному делу, я считаю, что таких фрезеров китайских вполне достаточно. То есть у меня на данный момент два ручных фрезера, один из которых я вмонтировал вместо самодельного устройства для обработки нищих деревянных бочек, то есть для снятия фаски на нищих деревянных бочек. По старому советскому ГОСТу фаска на нищей деревянной бочке должна быть с углом 105 градусов. С одной стороны у нас при таком угле нужно устройство для снятия фаски под углом 35 градусов или 30, не по-моему, 35, 30. 30 градусов, а с второй стороны, с обратной, должно быть устройство, которое будет снимать фаску под углом 45 градусов. Только в этом случае мы получим необходимый угол по ГОСТу. Но такого устройства у меня нет. И снимать фаски, переставляя каждый раз фрезу, это довольно тяжело и нецелесообразно, я считаю. У меня установлена фреза, которая делает фаску под углом 60 градусов, с обеих сторон днища, и днища отлично работает, никаких нареканий, протеканий или каких-то других претензий к моим днищам на моих бочках нет. Так вот, сначала я сделал самодельное приспособление, которое было сделано из двигателя от старой стиралки автомат, сделан вал, корпус подшипниковый, цанговый зажим, туда вставлена фреза, и в обычной столешнице, кухонной столешнице, в которой у меня используется до сих пор, вырезано отверстие и смонтирован данный фрезерный, так скажем, станок. Данный станок не обеспечивал, так скажем, количество оборотов. На двигателе у нас где-то 12,5 тысяч оборотов, даже с учетом, если играть шкивами, ну, на выходе я получал максимум, ну, 6 тысяч оборотов. 6, может быть, 6, не более, не более 6 тысяч оборотов. Для обработки деревянных заготовок, вот это довольно мало. Поэтому, использовав данный станок, в некоторое время я пришел к выводу, что нужно поставить туда заводскую. Я поставил туда, вмонтировал двухрукий фрезер. Кстати, видео есть на канале данной модернизации. Кому интересно, можете зайти посмотреть. Ссылка на видео будет в описании. Значит, после монтажа заводского устройства, то есть заводского фрезера, работа пошла намного быстрее, качественнее. И теперь процесс регулировок и количества оборотов вполне хватает. То есть оборотов больше, и, естественно, процесс съема древесины идет намного быстрее и качественнее. Также в данный станок, посредством изменения проставок, можно ставить разные фрезы и также снимать фаски на разных заготовках. Допустим, на подставках вот деревянные бочки. То есть можно использовать ручной фрезер, можно же переставить фрезу и цангу-фрезу и использовать данный фрезерный стол. Также у меня в работе есть однорукий фрезер. Фрезер фиолент. Это ни в коем случае не реклама. Он имеет кучу недостатков. У него постоянно заедает лифт. Но, между тем, к электрочасти никаких претензий нет. Он успешно работает и, в принципе, могу его рекомендовать использовать при изготовлении деревянных бочек. И последнее мое приобретение – это ленточная пила Метабо. Конечно, пила для таких целей, для маленьких бочек вполне подходящая, но для больших нужно пилу побольше и помощнее. При заготовке клепки на деревянные бочки, при распиловке бревен я использую электропилу. Тоже, кстати, одна из недорогих. И на канале есть видео, как заготавливать клепку, как распиливать бревно. То есть у меня такое может быть ноу-хау, может это моя разработка, может кто-то скажет. Все так и делают, но не знаю. Я видел, что люди колят бревно на четыре части. Я тоже поначалу и сейчас использую данный способ при наличии бревна, дубового бревна, который является прямослойным. То есть у него нет ни сучков, ни свилива, то есть ничего. Можно смело колоть бревно на четыре части, удалять заболонь и корун. И данные четвертушки потом распиливать на циркулярной пиле. Такие породы дерева, как клён, груша. Вот сейчас я занимаюсь изготовлением бочки из яблони. Кстати, видео скоро будет на канале. Там можно не придерживаться принципа направления волокон перпендикулярно широкой плоскости заготовки. Кстати, хочу вернуться ещё к такому очень важному вопросу в изготовлении деревянных бочек. Это направление годовых колец в клёпке. Качественная дубовая бочка возможна только при наличии клёпки с правильным радиальным распилом. Радиальный распил – это когда у нас водовые кольца идут перпендикулярно широкой плоскости клёпки. Тогда наша бочка будет качественная, будет хорошо держать форму, не будет протеканий. У меня однажды был случай, кстати, при изготовлении бочки из шелковицы, я сделал бочку, бочка получилась красивая, качественная, всё. Клиент приехал, забрал, и через два дня звонит, бочка течёт. Течёт и всё. Вопрос – течёт где? На днищах, между клёпками, течёт посредине клёпки. То есть не по швах, а именно посредине клёпки. Хорошо, он привозит мне бочку, я разбираю её, и что же вы думаете, внутри клёпки идёт трещина. То есть клёпка не треснула, трещина была ещё в живой древесине. Как она появилась? Возможно, при обжиге, то есть бочка была хорошо обожжённая, и при обработке я не заметил, или может быть она потом проявилась. Но факт тот, что трещина есть в наличии. Я поменял данную клёпочку. Слава Богу, есть запас гнутых клёпок, особенно из шелковицы. Позже расскажу, почему. Я поменял клёпку, клиент задал бочку, доволен. По сей день бочка отлично работает, и никаких нареканий нет. Так вот, вернусь к вопросу наличия гнутых ремонтных клёпок. Друзья, очень осторожно относитесь к хвощению бочек. Особенно бочек из шелковицы. Да и из дуба тоже. Потому что при ващении бочки очень большая вероятность того, что ваши обручи могут слететь. И надеть их обратно, это будет что-то из области фантастики. То есть, во-первых, воск глубоко впитывается в поры древесины, и ни болгаркой, ни наждачкой, ничем его оттуда вытануть невозможно. Последняя моя роковая ошибка была, я реставрировал бочку. Уже всё, бочка собрана. И тут клиент попросил провощить её. Я провощил. Что вы думаете, на утро два обруча уторных слетело? Что я только не делал. В конечном итоге, мне пришлось ручным струлом, ручным, повторяю, струлом, снять, наверное, миллиметра два-три по торцам бочки, ну, сантиметров семь-восемь, может быть, десять. И только, то есть, снять слой, пропитанный воском. И только после этого можно надеть новые обручи. Обручи пришлось делать новые, потому что старые уже расклёпанные, они уже плотно не садились на бочку, поэтому пришлось делать новые обручи. Так что я вас категорически прошу, очень осторожно используйте ващение бочки. Так вот, о наличии запасных клёпок для бочки-суковицы объёмом 6 литров. Аналогично, сделал новую бочку, слава богу, делал для себя. И провощил. Поставил их тут на столик, залил водой, прихожу через два часа, уторные обручи слетели. В конечном итоге, бочка пошла в утиль. Жалко конечная, но теперь у меня есть набор ремонтных клёпок. Так что не повторяйте моих ошибок. Ушибок было много. Особенно поначалу, при производстве работ по стягиванию бочки, может слететь обруч, может порваться обруч, лопнуть, может порваться трос на стягивающем устройстве. Это всё у меня было. Особенно в холодное время года я не рекомендую заниматься изготовлением бочек. Все просят, вот зимой сделай бочку. Не вопрос, сделать это не проблема. Но потом, древесина у нас влажная, то есть она не сухая. У меня нет сухой мастерской, у меня холодный гараж, холодная, так сказать, пристройка, где циркулярка. То есть да, бочка-клёпка вроде бы сухая, но она всё равно впитывает влагу из окружающего воздуха. Поэтому изготавливаем бочку зимой, оставьте её буквально до весны. Весной все обручи спадут, она сразу начинает усыхаться. Аналогично при стягивании в холодное время года, особенно даже при нуле градусов, нам нужно окунать бочку для пропаривания. Вода начинает замерзать. Обручи слетают, слетают в самый неподходящий момент. Мне раз чуть не отбило пальцы. Так что я рекомендую делать мандарные изделия только с весны по осень. Зимой занимайтесь, изготавливайте станки, делайте там что-нибудь дома. Вообще занимайтесь домашними делами. А бочки оставьте на тёплое время года. Это мой совет. Ну что ещё сказать? Хочу сказать, что изготовление бочек это моё хобби. Это не средство заработка. Я работаю на хорошей работе. Я имею достаточный заработок. Я люблю заниматься домашними делами. Я люблю изготавливать вино. Я люблю ездить, путешествовать. У меня два отличных автомобиля, которые я очень люблю. Я привержен одной марке. Не буду называть какой, я думаю, вы все видели. Поэтому изготовление бочек это моё хобби. Хобби довольно любимое. Жена уже бурчит, говорит, что ты скоро на хобби поменяешь всё. Ну, каждый, как говорится, сходит с ума по-разному. Ну и напоследок хочу обратиться к тем, кто хочет сделать свою первую деревянную бочку. Кому интересно сам процесс создания бондарной посуды, можете зайти на канал. Там много обучающих видео, в которых я подробно рассказываю и делюсь своими наработками о том, как сделать бочку целиком. Как сделать каждый элемент деревянной бочки, то бишь днище или обруч, как стянуть бочку. Заходите на канал, смотрите, учитесь, подписывайтесь, кто ещё не подписался. Делитесь видео с друзьями и делайте свои первые бочки. Ну и на этом, наверное, всё. Буду заканчивать свой и так уже затянувшийся манулок. Так что, друзья, кому понравилось видео, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями и подписывайтесь на канал. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok